итак ребята давайте напишем первый код блокчейн он будет простой но нам надо в принципе чего-то начинать надо откроем наш проект который мы создали ранее был старт создадим файл python файля назовем его блок блоки и перейдем в этот файл перешли мы с вами ранее изучали сша 256 поэтому первую очередь мы импортируем библиотеку хэш лип и мы будем работать библиотекой джессон тоже предыдущий урок вы должны были немножко въехать дальше будем развивать школе итак первый блок блокчейн независимо да ребят говорю что в интернете одни и те же примеры вы найдете блок блоки в принципе название везде одинаковые все берется от bitcoin поэтому выдумывать мы ничего не будем итак первый блок в любом случае всегда называется генезис формирование первого блока и сделаем словарик далее словаре словаре записываем прев хэш предыдущий хэш и пишем нет ставим запятую следующий мы создадим простой блок второе как обычно у нас идет что транзакции и а вот здесь мы будем считать я так буду комментировать транзакции у нас будет подразумевать криптовалюту это будет обычный список python можно сделать конечно и кортеж потом посмотрим как и возьмем для более простого понимания обычные числа там 1523 778 9 и хватит мы с вами изучали видео я надеюсь когда вы смотрите эти видео то обратите внимание я напомню вдруг кто-то начал с этого видео что во первых ссылка на эти видео будет в описании видео и начать быстрый старт блокчейн по частям и когда вы смотрели что представляет из себя блокчейн то вы наверно видели что очень важно у нас идет в первую очередь это месседж сообщение да но именно этим подписывается но пусть это у нас будет тоже список и в нем на данный момент будет одна строка валерий отправил 15 btm правильно у нас тут вот ошибочка на ставить запятую ребят теперь я вам скажу для будущего какая если вы смотрите как новички ребят приучайте себе себя ставить запятую после последнего элемента да вы скажете но вот списка же не обязательно или там флаварях не обязательно только в кортежах обязательно такие библиотеки как жанга вещи особенно в кортежах они не прощают если вы приучите себя к этой хорошей привычки да здесь после последнего элемента в списке не обязательно запятая но привычка хорошая она ведь ошибку не вызывает и приучайте себе ставить после последнего элемента всегда запятую готовность следующему элементу всегда тогда вы как-то уже у вас отложится на памяти что вы ставите запятую и следующий элемент пишем потому что ну зачем вам эти все какие-то мелочи вырабатывайте это и так мы создали первый блок второй шаг который нам надо сделать это что сделать абсолютно верно мы с вами ранее уже рассмотрели урок по джейсон да то есть давайте теперь применим на практике я сейчас копирую сразу серии сериале сериализуем то есть переводим формат джейсон и здесь для себя пишем то есть чтоб нам было понятно блок генезис сериале этот то есть сериализованный дальше мы импортировали джейсона значит мы просто используем сразу же джейсон и и вам было домашнее задание ответить что такое да 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 но это вы должны найти были предыдущем уроке теперь что мы записываем в этот метод в этот метод само собой мы записываем что мы хотим сериализовать то есть мы хотим сериализовать вот этот вот словарик поэтому мы пишем блок генезис далее также у вас были домашние задания прошлые сделать следующие моменты это разобраться что это такое то есть сорт кей дополнительные методы сорт кей поэтому если не разобрались возвращайтесь разбираетесь и индент поставим два можно вообще не ставить и давайте укажем чтоб у нас не было никаких значит сопротиворечий кодировка утф-8 кто начал энкоды утф-8 в школе python мы это изучаем вопрос с кодировками так чего-то у меня здесь лишнего сейчас я посмотрю все правильно отсюда убираем вот тут закрываем теперь правильно значит утф-8 смотрите сложного здесь тоже ничего нету что такое утф-8 кодировка когда когда-то на заре на заре интернета там windows придумал свою кодировку кто-то свою как оказалось американцы вообще у них клавиатура только латыница и поэтому в принципе когда создавался вообще тот же python 2 там были большие проблемы с кодировками потом люди сообразили что мир большой и много и они взялись собрали в одну кодировку где-то полтора миллиона символов то есть туда входят русские буквы там азербайджанские армянские ну и так далее и вот составил это утф-8 то есть читает все форматы всего мира и смысл понятен да то есть мы в данном случае сериализовали следующий момент нам надо создать хэш то есть хэш мы с вами уже тоже делали да с хэшами то есть перевести в определенное число чтобы зашифровать тоже берем для себя читаем составляем вторую вторую будем считать переменную и назовем ее хэш для этого мы с вами импортировали библиотеку хэш лип применяем то что мы ранее рассматривали сша-256 и что сюда вбиваем сюда мы вбиваем понятно то что мы сериализовали нам надо зашифровать значится блок генезис хэш и вы должны были опять же я говорю в домашнем задании ответить метод метод хэш хэш дайджест не хэш а хэш дайджест дайджест да по-другому не у нас я так чего-то я здесь не вижу сейчас посмотрим да и извините я немножко не то выбрал просто у нас этого еще нету саму на себя то мы не можем поэтому вот это нам надо и давайте сразу проверим а как если в каком формате просто ради интереса возьмем и проверим сразу по пути выведем принт выведем вот эту вещь так подпишем себе а нам не надо сейчас копировать и выведем вторую вещь только здесь напишем блок гнезис хэш и запустим файл итак мы видим блок гнезис в общем грубо говоря сериализация вывелось действительно в формате джейсон да мы видим структуры данных это переведено что все что слова в кодировочку tf8 опять видим как вы изучали запятая дальше тип данных двоеточие и пошли самые данные но не очень читаемо здесь получается вы можете делать красиво где кто в школе тот знает я просто сейчас напомню что когда мы начинали более продвинутое обучение так гид это понятно а вот джу джупитер да дальше мы будем использовать то есть это джупитер это командная строка которую можно комментировать при помощи маркдаун маркдаун мы тоже тут разбирались жанга и апачи маркдаун все все там есть в школе все найдете итак первое мы увидели что действительно вывела и второе у нас формировался хэш мы можем это дело все проверить то есть вот мы себе написали да и проверить но это не ну в любом случае мы можем убедиться 164 символа как всегда да кодировочка то есть вы все это должны были почитать итак первый этап закончен пусть это простое но тем не менее вы должны четко понимать что блоки в блокчейн можно писать со временем вы сможете писать и на python и на других языках в python мы выбрали в данном случае структуру словаря ну во первых это очень быстрый поиск ну а здесь список на самом деле по сути дела давайте попробуем поменять да и выберем кортеж кортеж не забудем запятую после последнего элемента иначе будет как строка и давайте попробуем запустить файл абсолютно верно отработало то тоже но с кортежем допустим если в реальной транзакции было просто то есть кортеж уже защищен по сути дела кортеж нельзя изменить извне вообще в python да то есть уже защищенная структура мы кроме этого и сериализовали то есть подготовили к тому чтобы передать это любой программе допустим с вебом мобилу и так далее проверить то есть все у нас будет зашифровано да при помощи то есть передаваться в json дальше все это будет шифроваться уже два шага да не удивляйте ну пусть ну оставим мы здесь кортеж потому что кортеж это правильно список это как-то верно да больше список конечно классно и можно использовать но просто чтобы вы видели что все по-разному да и сообщение допустим то же самое ну давайте попробуем переменить кортеж единственное что надо не забыть поставить запятую даже если один элемент да все все у нас работает в любом случае формируется так ребята первый блок теперь надо с чего-то начинать блокчейн и так блокчейн пишется на обычных простых структурах данных python хотя мы будем работать с готовыми далее эфириум но тем не менее мы же будем использовать api а под api вы будете все равно писать какой-то код мы будем с вами писать когда будем создавать сами приложения да и нам придется расписывать но тем не менее я вас настраиваю что ребят ну не боги горшки ожигают со временем возможно вам захочется написать свой свое понимание блокчейн в виде какой какой то своей структуры сейчас в любом случае вы должны понять одно что блок это не что то там эфемерное а блок содержит какие то вещи во первых ну понятно что нам надо ссылаться в любом случае если первый блок или какой то нам надо ссылаться на предыдущий блок да потому что блокчейн цепочка блоков второе ну по сути дела включая транзакции сообщения далее фамилия имя по сути дела вы дальше добавляете все что угодно да то есть то что вы считаете нужным если вы пишете сами Теперь соображаем, да, вот это реальная суть блокчейн, что нам надо подготовить данные для сериализации, то есть мы будем обмениваться блоками, мы будем извлекать какими-то другими программами, например, у вас есть блокчейн, да, и одни блокчейн на мобильных устройствах, другие на веб, то есть надо же как-то обмениваться данными. И этот обмен, как получается, будет у нас происходить при помощи JSON. По самому простому мы уже позаботились о кодировке, то есть сделали сша-256, то есть зашифровали, да, и получили вот такой вот хэш, да, в котором зашифрованы все эти данные, то есть они зашифрованы. Дальше мы с вами, это уже не обязательно, но мы для примера вывели, чтобы убедиться, что да, действительно выводится в формате JSON, дальше вводится хэш. Дальше мы это не будем делать, поэтому можем смело в данном этапе закомментировать, просто себя самопроверили. Вот в этот момент я и говорю, что, ребята, работайте лучше всего с... Вылетел из головы... Зупитер, да, в школе мы его устанавливали. Тут я пока не вставил в среду, ну ладно. Все, итак, перейдем к следующему уроку.